Здравствуйте, меня зовут Ричтай Алина, я ученица пятого класса школы номер 5 имени Кривошапкина. Моё исследование о влиянии пандемии на социальную активность школьников пятых классов общеобразовательных школ. Расследование. Анализ влияния условий пандемии на социальную активность в уточниках и пятых классов. Гипотеза. Пандемия оказывает отрицательное влияние на социальную активность. Это исследование. Вопрос на гугл-формах наблюдения, информационные и научные источники. Что такое социальная активность? Стальная активность в переводе с латинского актовых, деятельной. Мы все с вами живем в коридоре нормы. Норма – статистическое понятие. Некий стандарт, в котором высокая граница супернормальная, низкая граница субнормальной. Середина норма. Сейчас под воздействием анализовательного коридора нормы изменился. Почему мне стала интересна эта тема? Потому что я и мои близкие переболели коронавирусом. И после выписки с больницы я стала более активной. В моем взгляд, есть несколько вариантов прогнозируемых изменений в сознании и подопреждениям пандемии. Первый вариант – шоковая терапия. Второй вариант – осознанность. Третий вариант – неопределенность. Мне стало интересно, как условия пандемии повлияли на моих одноклассников. Я запустила опрос в гугл-форме на мой класс в городе Якутске и на мой прежний класс в городе Листе. В опроснике было тем вопросом, которые касались тем, эмоционального состояния школьников, влияние децентральной учебы и условий пандемии и национальной активности школьников. Результаты сравнительного анализа исследования показали, что в психоэмоциональном состоянии более 60% учащихся на севере и на юге испытывают эмоциональные качели. Они то активны, то пассивны. Более 40% детей в Якутске и Калмыке отметили, что децентральная учеба не дает возможности самовыражения. И на вопрос, что мешает тебе быть активным в настоящее время, более 70% якутских и на Калмыке отметили, что это отсутствие возможности живого общения и свободного включения разных мероприятий. На вопрос, как можно получить активность, более 60% детей отметили, что нужно больше проверить совместных проектов, взрослых и детей. Таким образом, на основании проведенного исследования я сделала выводы. Гипотеза верная. Пандемия оказала в целом негативное влияние на социальную активность учащихся. Для того, чтобы поднять социальную активность, дети нуждаются в помощи со стороны взрослых. Спасибо за внимание.